На встрече с губернатором Александр Кумиров подвел итоги работы ведомства за минувший год. По словам руководителя управления, в прошлом году количество алиментных платежей, которые взыскали приставы, составило всего 30 тысяч. Для сравнения, еще в 2011-м нерадивых родителей было 38 тысяч. Добиться таких результатов удалось благодаря профилактической работе, рассказал Кумиров. Улучшились показатели и по поступлению налогов в краевую казну. По мнению главы региона, во многом это заслуга нового руководителя управления. Ведомство Александр Кумиров возглавляет с лета прошлого года. Отметить хочу очень хорошую, эффективную работу ведомства под вашим руководством. Есть очень серьезный прогресс и по взысканию налоговых сборов, и административных штрафов, бюджеты всех уровней. Отмечу, что это всегда было на контроле краевой администрации. Тем более сегодня, когда в условиях кризиса нам нужны средства, нам нужны доходы. И, конечно, ваша служба, безусловно, делает очень важное дело. Нагрузка, насколько я знаю, очень серьезная на каждого работника. В прошлом году вы рассмотрели порядка полутора миллионов использовательных производств на сумму 200 миллиардов рублей. Это действительно серьезный объем работы. Он повысился, а значит и качество, ответственность сотрудников. В 2014 год мы отработали удовлетворительно. Я вот так могу сказать, вы уже сказали, что большое количество на исполнении находилось. Но следует отметить, что порядком 19,5 миллиардов рублей взыскали судебные приставы исполнителей. Это почти на 4,5 миллиарда больше, чем в 2013 году. Неплохо мы отработали по взысканию платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации. В общей сложности мы взыскали порядком 4 миллиардов 584 миллионов рублей. Из них более 3 миллиардов – это бюджет краевой. Затронули на встречу и тему самостроев. В борьбе с ними судебные приставы занимают ключевое место, подчеркнул Александр Ткачев. Начальнику управления губернатор поручил не снижать оборотов в этой работе и активизировать все силы. На территории края не должно быть ни одного незаконного здания.